Доброе утро, уважаемые зрители Первого медицинского канала. Наша мобильная студия продолжает свою работу третий день на ассамблее 18-й «Здоровая Москва». И первое наше включение, первые гости нашей студии – это специалисты по эндоскопии. Мы продолжаем тему гастроэнтерологии, эндоскопических исследований. Я рада приветствовать в нашей студии профессора Александро Репичи, руководитель отделения эндоскопии пищеводительной системы клиники Итальянского научного института «Уманитас». Также в студии Сергей Владимирович Кашин, главный специалист по эндоскопии Департамента здравоохранения и формации Ярославской области. Снова рады вас видеть, Сергей Владимирович. Во-первых, я хочу поблагодарить профессора Репичи за то, что он нашел время в своем плотном графике посетить столь важное для Москвы и для России, наверное, в целом мероприятие. А главной темой беседы наших специалистов в ближайшее время будет качество колоноскопии. Речь пойдет, в частности, об образовательном проекте «Куакол». Это проект, направленный на повышение качества колоноскопических исследований. И дальше, наверное, подробности представит Сергей Владимирович о качестве, об опыте критериев качества эндоскопии в Европе и как это экстраполируется на Россию, как идет взаимодействие. Спасибо большое. Нам очень приятно быть в студии Первого медицинского канала. Это один из ключевых каналов, который все время держит руку на пульсе всего нового, что происходит в здравоохранении и в эндоскопии, в частности. И сегодня на только что завершившейся сессии мы беседовали о важности качественных эндоскопических исследований. Качество определяет все. Это и безопасность исследований, и эффективность скрининга колоректального рака, если мы говорим об эндоскопических исследованиях нижних отделов пищеварительного тракта. И во всем мире, и в частности в европейских странах, и в Италии, все ведущие специалисты уделяют этой проблеме огромное внимание. В нашей стране нет на сегодняшний момент таких международных стандартов, они только-только начинают внедряться в нашу клиническую практику, которые позволяли бы оценивать качество достаточно дорогостоящих и высокотехнологичных эндоскопических исследований. Профессор Репич является одним из пионеров внедрения таких критериев качества в Италии и является лидером мнения в европейской эндоскопии по этой проблеме. Поэтому в 2014 году было принято инициативной группы Российского эндоскопического общества, Ассоциации колопроктологов России, двумя международными экспертами высокого уровня, профессором Репичи и профессором Хасаном, было принято решение о инициировании в России крупного образовательного проекта, посвященного обучению наших российских специалистов тем основным элементом качественной колоноскопии, которая является общепринятым во всем мире. И за последние пять лет мы провели более 50 крупнейших эндоскопических форумов в крупных городах Российской Федерации. Была создана экспертная группа, наших преподавателей проекта КВАКОЛ во главе с профессором Репичи, профессором Никоновым, профессором Веселовым, которая разработала эффективную обучающую программу, не только теоретическую программу, но и практическую часть обучения наших специалистов на тренажерах, выполнению высокоэффективных, безопасных и качественных эндоскопических исследований. И мне кажется, что мнение профессора Репичи и его лидерства в этой области очень важно для нас, поскольку в европейских странах то, о чем мы говорим сегодня в России, является уже общепризнанным стандартом много-много лет. Я хочу спросить профессора Репичи о стандартах, собственно, что есть стандарты, что есть критерии качества в Европе и вообще в мире, что такое качественная эндоскопия. Я бы даже добавил еще, что может быть очень нам важно мнение профессора, для чего нужна такая качественная колоноскопия, почему мы так много об этом говорим сегодня. Я хочу поблагодарить за предоставленную возможность выступить здесь, на Первом медицинском канале, особенно профессора Кашина, за обозначение моей роли и привлечение в эту работу по обеспечению качества в эндоскопических исследованиях. Эта миссия очень важна, поскольку речь идет, в первую очередь, о вопросах безопасности для пациентов. И качественная эндоскопия очень важна, потому что мы должны врачам дать все необходимые измерители, все, так сказать, параметры определенные, для того, чтобы они могли их отслеживать и для того, чтобы обеспечить достаточный уровень эффективности колоноскопических исследований с целью предотвращения рака. Хотя качественная колоноскопия — это всего лишь два слова, но на самом деле они включают множество факторов, компонентов очень важных. Это объяснение всей процедуры пациенту адекватной, это подготовка кишечника долженствующей, это наличие самой современной аппаратуры оборудования, высоких технологий, это адекватное проведение самого исследования, это значит адекватная подготовка специалиста, а также затем необходимое и нужное введение выявленных изменений во время процедуры колоноскопии. И что очень важно отметить, разрабатывая подобную программу в России, мы работали совместно с врачами во многих регионах страны для того, чтобы дать необходимую подготовку всем специалистам по вопросам качественного проведения колоноскопии, ну и соблюдения, соответственно, всех критериев. В рамках проекта подразумевалось тщательное документирование всех, так сказать, этапов проведения колоноскопического исследования, и эти новые требования встретили понимание, энтузиазм российских врачей, они с удовольствием присоединились и следовали этим требованиям. Когда стали документировать все то, что касается этапов проведения качественной колоноскопии, то заметили значительное улучшение результатов. И теперь все врачи, эндоскописты придерживаются этих стандартов или этих правил, как уже установленных стандартов в своей ежедневной практике. Это за какое время произошли эти изменения? Ну и, как вы понимаете, на реализацию такой программы требуется время. Здесь потребовалось два года, но за два года мы увидели такие значительные улучшения по всем показателям, по клиническим исходам. И я с радостью готов сообщить, что благодаря внедрению этих стандартов нам удалось предотвратить множество случаев рака у пациентов. И, конечно же, надо отметить особую роль российских инноваторов, визионеров, лидерскую роль Сергея Владимировича Кашина, Евгения Никонова, потому что без этой их особой роли, особой миссии, выполнение подобной программы было бы невозможно. Вот такое новаторское видение, оно необходимо. Сергей Владимирович, хотите добавить что-нибудь? Да, я бы хотел добавить, что мы очень благодарны Александру за такую уникальную инициативу и возможность для нашей страны быть включенными в международные проекты по стандарту качества, потому что это имеет очень большие практические результаты. И Александр абсолютно правильно заметил, что в ряде регионов Российской Федерации даже за последние 2-3 года мы видим существенное улучшение оказания медицинской помощи населению. В частности, в Ярославской области мы, внедряя эти критерии качества, мы получили улучшение показателей ранней диагностики рака. И если говорить о конкретных цифрах, то диагностика рака на первой стадии в Ярославской области за последние годы увеличилась на 8%. На 8% она выше, чем в среднем по Российской Федерации. А это пациенты, которым, ну, фактически специалисты, которые соответствуют этим стандартам и выполняют исследования в соответствии с стандартами, они просто спасают жизнь, потому что есть возможность выполнить малоинвазивные, органосохраняющие операции, которые спасают жизнь пациенту и приводят к его излечению. В каких странах еще вы пытались внедрить этот проект образовательный, кроме России? По сути, действительно было так и сказано, что Россия была таким органическим продолжением проекта, который разворачивается во всей Европе на протяжении пяти лет. Стандарты введены во всех европейских странах. Вот и Россия теперь, собственно, вышла на европейский уровень по стандартам качественной медоскопии. То есть Россия вошла в Европу как бы в этом аспекте? Ну, я бы хотел добавить, что этот проект не закончился, и у нас есть идеи по его развитию и дальнейшему продолжению в нашей стране по внедрению новых подходов к обучению врачей и выполнению уже лечебных манипуляций, не только диагностических исследований. И профессор Репич, находясь сейчас в Москве, уже высказал несколько интересных идей, каким образом мы можем развивать дальше этот образовательный проект. Профессора Репича мы еще увидим в Москве и, возможно, в этой студии в другие годы, на других ассамблеях. Благодарю вас, спасибо большое и успехов вашему сотрудничеству.